И сейчас шеф-повар ресторана «Одесский дворик» предложит нам еще один деликатес, который называется хруст, по-моему. Да, камбала. А почему хруст? Потому что она будет уже запеченная у нас в сухарях. Камбала запеченная в сухарях и с каким-то еще соусом, по-моему. Под чесночным соусом, сливочно-чесночным соусом. Сливочно-чесночным соусом. Давайте покажем, как вы его готовите. Давайте. Для начала мы возьмем камбалку. Так. Предварительно я ее отфилировал от кости. Мы ее солим, перчим. Давайте. Немножко перца. Чтобы куски были большие, соответственно, и камбала должна быть большим. Немного, немного до сольки. Так. Также перевернем. Но мы ее запекаем в духовке, да, Виталий? Да, мы ее запекаем в духовке, в пергаменте. В пергаменте. Теперь мы ее обволакиваем в сухари. Панировочку такую делаем. Да, панировочка сухари. Все. Вот интересно, как вы будете делать соус? Нет, соус мы еще пока не делаем. А, пока нет. Так, а мы делаем специальный маринад для этой камбалы. Вот оно в чем дело. Давайте. Дадим. Значит, мы добавляем сливочное масло, тимьяна и немножко бадьяна. Добавляем туда же и розмарина, соли немножко и туда же перчика. Эту всю мы массу делаем однородной. А давайте я вам помогу. Давайте. Вы что-то в этой репетке сделаете. А я буду рвать пергамент. Рвите, рвите, Виталий, пергамент, чтобы быстрее получилась наша запеченная камбала. Выложим нашу предварительно панированную в сухарях камбалку. Так. И смазываем ее теперь. Давайте. Ну, я тоже принял участие, так сказать, в приготовлении камбалы. Надеюсь, потом дадите попробовать. Обязательно. Так. Смазываем вот таким вариантом. Ага. И заворачиваем. И заворачиваем конверт. Обычный конверт. Масло пропитается. Оно потечет, оно пропитается. Что это будет, друзья мои? И отправляем на 20 минут в банамат 220 градусов. Отлично. И пока в духовке жарится камбала, Виталий сейчас нам покажет, какой соус для нее готовят специально. Сливочно-чесночный соус. Очень-очень просто. Берем сливочку. Обычная сливка. Смока грамм. Грамм 50 берем. Зубчика 2 чеснока. Которую предварительно натерть, да? Да, выдавили на чесночницу. Выдавили на чесночницу. Зубчика 2 чеснока. И выдавливаем. Лимончик? Лимона. Прямо режем хорошо. Можем и дольками, да? Дольку. И выдавливаем. Все это мы размешиваем до однородной массы. И все? Это весь наш чесночный соус. Очень просто. Очень просто. Очень. Подаем в соусничку, подаем в горячие камбалки. Ага. Это на порцию камбаля как бы идет. Кусочку камбаля. На одну порцию. Да. Ну что ж, дорогие друзья, сейчас мы сервируем стол и покажем, как же это все выглядит на классическом одесском столе. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok